Раиса Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте, наверное, начнем с истории сегодняшнего дня. Что же за день отмечается 3 декабря и с чего все начиналось? Вы знаете, Ксения Михайловна, в федеральном законе о днях воинской славы и памятных датах России появилась новая дата. 3 декабря – День неизвестного солдата. Именно 3 декабря 1966 года, в озаменовании 25-й годовщины разгрома фашистских войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы в Александровский стад и там торжественно захоронен. Вот сегодня впервые в истории нашего города прошло мероприятие, был митинг, да, полевчане преклонили голову перед неизвестным солдатом. Вот расскажите, как все произошло? В нашем городе по инициативе Комитета общественных организаций прошло возложение цветов на площади Победы у мемориала воинской доблести и бессмертного подвига советских воинов-полевчан, погибших в боевых действиях на территории нашей Родины и за ее пределами. Цветы возлагали ветераны, школьники, воспитанники Центра социальной помощи семье и детям, участники патриотического клуба «Ратник», члены Комитета общественных организаций. Кто выступил инициатором? Вы знаете, инициатором этого мероприятия у нас был Союз офицеров нашего Комитета, и мы все поддержали в едином порыве, мы согласились с тем, что в Полевском, как и по всей стране, этот день должен был быть отмечен. Потому что больше всех погибших и пропавших без вести солдат, как в СССР, ни в одной стране нет. Мороз не испугал? Вы знаете, мороз не испугал, потому что 3 декабря теперь мы знаем, что мы должны в любое время, в любую погоду прийти на Площадь Победы и отдать памяти погибшим, пропавшим без вести. Раиса Алексеевна, в нашем городе ведь есть полевчане, действительно реальные люди, у которых родственники, близкие погибли во время Великой Отечественной войны на фронтах. Они без вести пропавшими до сей поры считаются? Конечно, как и в любом городе нашей необъятной родины, в Полевском есть такие семьи, чьи отцы не вернулись с войны и неизвестно, где они погибли. Есть такая у нас общественная организация «Память сердца», которую возглавляет Пантехов Михаил Васильевич. И у них на учете состоят эти все дети погибших защитников Отечества, чьи отцы пропали без вести. И они делают все для того, чтобы помочь найти места захоронения их отцов. Ну, мы надеемся, что честование неизвестных солдат, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, станет доброй традицией в нашем городе, найдет поддержку и отклику полевчан. И вот такие мероприятия, они станут традиционными, как сегодняшний митинг. Да, я думаю, что теперь ежегодно, 3 декабря, мы будем собираться все вместе на Площади Победы и отдавать дань памяти пропавшим без вести. Как мы сейчас уже четвертый год поедем, 9 декабря, в День Героев России, на места захоронения наших Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда. И тоже им несколько поклонимся и возложим цветы. На сегодняшнем мероприятии, вы уже рассказали, были дети-воспитанники центра, помощи семьи детям, кадетский класс. Вот скажите, это вот такие митинги, это часть патриотического воспитания нашего общества? Да, я думаю, что наши дети должны знать историю, а кто, как не старшее поколение, расскажет молодым об истории нашего города, нашей страны. Поэтому вот эти вот мероприятия совместные, они вот именно и несут патриотическое воспитание. Ну, спасибо вам, Комитету общественных организаций, за инициативу, за то, что вы не забываете нашу историю, а наоборот, вот становитесь инициаторами таких добрых и памятных дел. Спасибо вам всем. Спасибо вам.